В разное время в Алмазе выходили на трассу олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств. В прошедшем этапе Кубка России участвовали более 80 спортсменов. Сегодня у нас проходит заключительный этап летнего Кубка России по биатлону Мастерс. Сегодня у нас спринтерские гонки, завтра масс-старт. Участие принимают сегодня 84 человека из 16 регионов. Хорошая погода сегодня, хорошая стрельба у спортсменов, радость наблюдать. Губернатор региона Павел Малков с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым посетили открытие этапа Кубка России по летнему биатлону Мастерс. Соревнования такого высокого ранга в Рязанском биатлонном комплексе проводят уже традиционно. Сделали такую новую трассу, положили новый асфальт с прекрасными живописными, смотрите, слиокрестности. Также рядом озеро, прудик. Все шикарно. Трасса великолепная, рабочая. Спортивный комплекс «Алмаз» каждым годом становится все лучше и интереснее, не только в бытовом отношении, но и физическом, географическом. В том числе появилась новая зафальтированная петля, отличный асфальт, отличное качество. Приятно, когда еще и стреляешь хорошо, и бежишься хорошо, и все вместе. Удовольствие полный короб. Рязанский биатлонный комплекс готов принимать соревнования высочайшего уровня. При этом развитие стадиона продолжается. Первый соревновательный день суббота, 8 октября. Спринт. Любая дистанция сложная в биатлоне у нас. Спринт особенно. Страфные круги дополняют, то есть не попадаешь. Ну и, соответственно, если не стреляешь, надо бежать очень быстро. Что сегодня я и делал. Не знаю, почему буду анализировать, почему произошло такое. Не должно быть, но промахи были. Соответственно, что-то не подработано, не работало. Надо готовиться лучше. Второй день масс-старт и подведение итогов победителями в общем зачете определили по возрастным категориям 40-44 года Лыжин Иван, 45-49 лет Рефилов Вадим, 50-54 года Рыбин Сергей, 55-59 лет Бутырин Михаил, 60-64 года Шарыгин Андрей, 65 лет и старше Соснин Александр. Биатлон на лыжероллерах – отдельный вид спорта. Корни отличные от зимнего биатлона. Но, между тем, это часть подготовки спортсменов к первому снегу. Ну, для меня легче, конечно, лыжный биатлон. Я там показываю немножко лучшие результаты, чем на лыжероллерах. Но, тем не менее, летом хорошая практика для подготовки к зиме. Прошедшие соревнования еще раз подтверждают, что для занятий спортом нет никаких преград. Ни сезонных, ни погодных, ни возрастных, заявил Павел Малков. Завершающий этап Кубка России параллельно открывает компанию по подготовке к проведению на биатлонном комплексе «Алмаз» первого зимнего этапа Кубка Содружества по биатлону.